Добрый день, уважаемые коллеги, участники встретившего Международного форума, работники технического университета, то есть форумы. Я поздравляю вас с двумя большими праздниками. Во-первых, сегодня день космонавтики, это день и праздник, который отмечается всем нашим обществом, но наибольшее внимание и наибольшая роль в этом празднике сыграли как раз те инженерно-технические кадры, ученые, о которых мы сегодня говорим. То есть у нас сегодня явно не хватает, что очевидно их статус сегодня занижен, что подготовка их не удовлетворительно. Ну и второй праздник это открытие вашей конференции, которая как раз должна во многом быть посвящена тем проблемам, которые связаны с подготовкой инженерно-технических кадров, обочих кадров, проблемами, которыми занимаются ваши университеты, ваши медиа коллеги. Должен сказать, что совсем недавно Калибанов, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, докладываю президенту по опыте работы в Северо-Западном федеральном округе по подготовке инженерно-технических кадров. И в числе трех примеров, которые нам указывают, один это у нас примерно подготовки высококлассных специалистов, ориентированных больше на науку, второй пример, это примерно опережающие подготовки инженерно-технических кадров, связанных с открытием нового инновационного предприятия на Америке, это новый солнечный свет, где работают без тех, завод, который сейчас там завершается строительством. И третий пример, это тот пример вашего университета по организации безотрывного обучения инженерно-технических кадров специалистов с использованием современных информационных и телекоммуникационных средств. с указанием конкретных примеров, как у вас работает киришер на примере киришер-технических сингтеза и на примере фосфорина услуги. Должен сказать, что ваш пример сегодня достаточно, я бы сказал, актуальный, свободнее, потому что наряду с тем, что развивается, необходимо развивать, и оно развивается, как бы там сегодня не говорили, и улучшается качество подготовки инженерно-технических кадров в вузах, которые готовят по целевому заказу необходимых специалистов, а здесь у нас, особенно в Питере, есть неплохие примеры, это, например, ведьмо, это, например, в ИТИ, это, например, политех, это, например, горного университета, где ведется подготовка, вот именно целевая контрактная подготовка, и я бы сказал, там тоже слово подходит безотрывного, потому что там непосредственно, начиная с первого курса, осуществляется на основе соглашения «Контакт между вузами», предприятием, которому требуется, который заказывает конкретного специалиста, и студент начинает работать на этом предприятии с первого курса и по завершению своего образования, потом уже приходит туда, ну, скажем так, уже не молодым специалистом, а подготовленным специалистом, занятием соответствующих мест, там мы уже более высокооплачиваемых, и так далее. Вот, это тоже безотрывное, потому что, да, идет подготовка в постоянном контакте между вузом и предприятием, по заказу предприятия, с активным его участием, предоставлением непосредственно стажировочных площадок на своем предприятии, с участием студента в проектах, разработки новых каких-то научно-исследовательских работ. У вас своя специфика, и эта специфика крайне важна сегодня, потому что нам требуется подготовка, России требуется подготовка кадров непосредственно для предприятий, удаленных от крупных городов, но являющихся также градообразующими для небольших уже поселений наших, подготовка специалистов, которые непосредственно проходят и рабочее обучение на предприятии, и обучение с помощью ваших средств, с помощью ваших программ, методик, с помощью ваших преподавателей. Вы являетесь пионером в этой области, и очевидно, что многое в этом направлении уже сделано, достигнуто, и разработаны инновационные формы образования, и налаженный контракт с большим количеством предприятий. Очевидно, что сегодня наступила пора, мы будем говорить так, формализовать или легализовать нормативно в правом поле ваш опыт, чем активно занимается сегодня и ваше руководство, и мы в этом ему также способом помогаем, лоббируем. Но в этом направлении еще много и много проблем, которые, я надеюсь, вы сегодня плодотворно, продуктивно обсудите, и в решениях ваших это будет отречено. Я хочу только, если взять проект ваших решений, остановиться на одном моменте, который бы я считал необходимым подредактировать. Там речь идет опять о заочном обучении. Мы уже неоднократно говорили с вашим методом, что мы говорим о безотрывном производстве, которое предполагает себе и очное, и заочное, то есть комбинированные методы обучения. Вот там это надо обязательно, мне кажется, поправить. И второе, о чем вам надо думать и работать в таком направлении, как мне представляется, ваши ресурсные центры, которые создаются сегодня в удаленных от университета местах, это, кстати, и то, о чем говорил Владимир Владимирович Путин буквально на днях для использования этих ресурсных центров для работы со школьниками, для обучения в среднем образовании. Ну, а я бы сказал, не только в среднем образовании, но и в среднем профессиональном, и в начальном профессиональном. Подумать, посмотреть, как дозагрузить эти ресурсные центры на работу в этом направлении, потому что это ваш ресурс и для дальнейшего обучения, и в бакалавриате, и в магистратуре. То есть обратить внимание, посмотреть, как он использует дистанционную форму обучения, вашу уже действующую, и ваши ресурсные центры для работы с этим контингентом обучающихся. Это для вас будет большой плюс, и я думаю, что не только как для привлечения ваше поле обучающихся в последующем, но и для пропаганды, для расширения влияния вашей вот той формы безотрывной формы обучения. Еще раз хочу пожелать вам успеха, с праздником. Надеюсь, что вот эти направления также будут в дальнейшем разрабатываться и присутствовать в вашей сфере деятельности. Успехов! Спасибо! 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 Спасибо!